Модель козлового крана для транспортировки контейнеров с мусором из арктических широт шестиклассник Роман Пронин собрал быстро. Мальчик увлекается робототехникой и с азартом принесла за решение конкурсного задания. Целый день это заняло программирование, конструирование, испытание, создание поля. Целый день. Десятки деталей, провода, датчики. Робот на гусеничном ходу легко перемещается по поверхности, в нужном месте забирает груз и отвозит его на исходную позицию. Тестирование устройства прошло без сбоев. Роман признался, что изначально у него была другая задумка, но в процессе работы возникли проблемы с созданием программы. Для того, чтобы робот останавливался в нужном месте, для возвращения обратно в исходное положение, что-то не получалось, что-то переделали. Сначала у нас была совсем другая конструкция. Основная идея форума – знакомство участников с атомным ледокольным флотом нашей страны. Привлечение внимания к этой перспективной отрасли и знакомство с ее основными направлениями. И пусть Арктика далека от Нижегородской области, для ребят – это еще одна возможность попробовать свои силы в конструировании роботов-помощников. Для робототехников, на мой взгляд, любое задание – это челлендж, это возможность проявить себя, свои силы. И вообще любая задачка со звездочкой просто сама по себе интересна. В состав жюри конкурса вошли педагоги по программированию и робототехнике, а также сотрудники ядерного центра. Представленные на муниципальном этапе работы школьников соответствовали требованиям форума и вполне могли быть реализованы в промышленном масштабе. Очень интересные работы. Ребята постарались, им нужно было изучить определенные конструкции, подходящие под реальные объекты. Ну, понятно, что в уменьшенном масштабе. Но, тем не менее, их конструкции, будь они построены, например, в реальности, они бы свою работу осуществляли бы. В финале инженерного форума, который пройдет в марте в городе Сосновом Бару, конкурсантам за три дня предстоит выполнить практические задания, полученные от сотрудников предприятий Госкорпорации «Росатом» и организаций, имеющих отношение к атомному флоту России и судостроению. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.